Каждая шестая семья в Казахстане бесплодна. К сожалению, число таких пар становится больше с каждым годом. Но и процедура экстракорпорального оплодотворения стала доступнее. Что нужно делать, чтобы не потерять драгоценное время и о каких послаблениях, говорят врачи, узнавала Нина Шапо. Говорить о том, что ребенок зачат в пробирке, в нашем обществе не принято. Поэтому Айгуль, чье настоящее имя мы изменили, поделиться о своем нелегком пути, тоже согласилась не сразу. Мы с мужем жили в браке три года и никак не могли зачать ребенка. Родственники спрашивали, почему не в положении, но все же не будешь объяснять. Лечились, но безуспешно. Потом встали на квоту и теперь вот мы счастливые родители. Сбылась наша заветная мечта. Проблема бесплодия среди супружеских пар в стране стоит остро. Каждая шестая семья бесплодна. Однако процедура ЭКО дает надежду многим отчаявшимся стать родителями. Тем более, что требования к претендентам стали более лояльными. А многие об этом не знают. В этом году расширены показания для программы ЭКО. Если в прошлые годы по показаниям подходили только пациентки с непроходимыми трубами или с мужским фактором бесплодия, то в этом году снято ограничение по возрасту, снято ограничение по трубному фактору. И практически каждая пациентка, которая страдает диагнозом бесплодия, практически каждая, может попробовать претендовать на квоту. Кроме всего прочего, теперь, чтобы получить квоту, необязательно иметь полную семью, по крайней мере, состоящую в официальном браке. Правда, не каждая процедура ЭКО бывает успешной. С запуском программы Ансаган Саби, которая стартовала в 2020 году, количество квот по стране увеличилось в семь раз. Чтобы узнать о возможности ЭКО, достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, если в течение года не получается зачать ребёнка, и попросить направление к репродуктологу. Нина Шапой, Елена Досова, Информбюро, Костанай.